Технологии, которые найдут применение и в авиастроении, и в производстве товаров народного потребления. В Самарском университете разрабатывают новые способы обработки металлов. Они позволяют получить материал с определенными заданными свойствами под конкретные задачи. К тому же повышается качество готовых деталей. Основная наша цель это уменьшить себестоимость, уменьшить за счет уменьшения расхода и повышения предельных депутатных возможностей материала. То есть чем лучше он деформируется, тем меньше с ним проблем при последующем форме образования. Самые передовые разработки в области работы с металлами и авиакосмическими материалами обсудят представители 36 вузов из регионов России, ученые и специалисты из 10 зарубежных стран. На площадке Самарского национального исследовательского университета открылся международный конгресс. Больше трех сотен участников приехали на события действительно знаковые в области разработки авиакосмических материалов. Такие научные встречи проходят раз в 4-5 лет. Самара не случайно стала площадкой для международного обмена опытом, поддержки научно-исследовательской и инновационной сфер в регионе повышенное внимание. Все те органы, которые мы проводим, они направлены на это, мы ищем более эффективные варианты научных исследований, с тем, чтобы мы сами могли генерировать и стандартные, и другие конкретные продукты, которые отходят быть по спросу не только в нашей стране, но и за рубежом. Развитие научной деятельности в числе приоритетов. Самарский университет впервые в истории оказался в двух международных рейтингах ведущих вузов и имеет все шансы войти в сотню лучших университетов мира. Кардинально новой ступенью в развитии инноваций и внедрении разработок в производство станет создание в Самаре технополиса «Гагарин-центр». Которые как перспектива высоко оценены Международным советом по конкурентоспособности российских университетов, где даже зарубежные участники, которые специалистически на первом этапе относились к нам, стали высказывать, что если вы это сделаете, вы опередите многие зарубежные вузы, которые на сегодня входят в топ-100. И это вдохновляет, как говорят, всех нас в большую работу. Международный конгресс в Самаре продлится до 7 июля, а осенью Самарский университет примет в своих стенах участников Международного форума под эгидой ООН по мирному космосу и конкурса «Молодой инженер». Марина Кравцова, Василий Колдашов. События.